В зале не только педагоги. Тема школьного воспитания, организации комфортного учебного процесса актуальна для всех. Глав сельских территорий, руководители социальных служб, родителей. Глава Анапы, открывая совещание, призывает собравшихся к открытому деловому разговору. Мы хотим немножко построить нашу работу и настроить вас на откровенный деловой разговор о том, как мы будем работать в этом учебном районе и какие цели и задачи мы с собой знаем. Чтобы их решить и чтобы действительно город Главданапа оставался в крайнем случае на том уровне, на котором есть системное образование. А для меня, как главы, я ставлю задачу для себя, чтобы мы шаг были хотя бы на шаг вперед. Задача у вас сегодня – это обеспечить вас комфортными условиями для выполнения ваших служебных обязанностей, комфортными условиями учащихся обеспечить достойным питанием и, наверное, самое главное – безопасным пребыванием учебных заведений. Основные задачи, отмечает Сергей Сергеев, – совершенствование материальной базы, решение проблемы с переполненностью школ, строительство новых учебных заведений. И эти задачи решаемы. С каждым годом финансирование отрасли растет. В текущем году это свыше двух миллиардов рублей, озвучила в своем докладе заместитель главы курорта Людмила Марашова. Систему образования, наше муниципальное образование, представляет 93 учреждения. В них воспитывается, получается, около 42 с половиной тысяч ребят и работает 2396 педагогов. Вчера на краевом совещании, когда отмечала, сказала о том, что учитель должен хотеть быть учителем. Мы должны поднять статус педагога. Вот одна из приоритетных задач следующего года. О воспитании и социализации детей говорила в своем выступлении директор гимназии «Эврика» Галина Филипова. Школа должна взять на себя главную профилактическую роль в этом вопросе, а сам воспитательный процесс переосмыслен с учетом времени. Сергей Сергеев не оставил без внимания эту важнейшую тему, поручив начальнику управления социальной защиты населения в самое ближайшее время предоставить главам сельских округов информацию обо всех неблагополучных семьях, проживающих на подведомственных им территориях. Мэр Анапа отметил, что Галина Филипова является образцом педагога, который бесконечно предан своей работе, отдает ей себя целиком. Школу в вашем микрорайоне, ту, которую мы начнем строить, мы будем строить под вашу гимназию. Да? Почему? Сразу отвечу, почему. Потому что, ну, чтобы все знали. Если бы не Галина Григорьевна и еще несколько директоров, мы бы никогда в прошлом году, в первого сентября, нашу кадетскую школу не запустили. Я видел, как она работает на стройке, хотя это наши обязанности. Я уверен, что если мы сегодня не просто на словах, а на деле, начнем эту стройку, а мы ее начнем, я вам обещаю, она будет курировать так, что она любому строителю, там, плешь, такую проезд, что он и начальник будет работать. И уверен, что для себя, это будет, ну, для своей гимназии, для ее, это будет достойное место в системе образования города Булатана. Педагогический совет по традиции завершился чествованием молодых специалистов. Для них начинается новая страница в жизни. Волнительный момент, но при поддержке опытных коллег им наверняка удастся постичь тайны профессии.